Сегодняшняя тема переправы. Это задача с 10 по 15. Тема очень легкая. Двое мальчиков катались на лодке. К берегу подошел отряд солдат. Лодка так мала, что на ней могли переправиться двое мальчиков или только один солдат. Как солдаты могут переправиться через реку? Так, давайте сделаем сейчас просто. Вы знаете решение, да? Отлично. Выходите, будете одним из мальчиков. Тоже выходите, будете вторым мальчиком. И в качестве солдат давайте мы вам дадим девочек. Давай. Давай, давай, милее. Солдатом больше. Я думаю, что трех солдат нам вполне хватит. Девочки получаются свирепые солдаты. Все замечательно. Так, что такое речка? Речка это будет вот здесь. Так, солдаты, сдвигайтесь сюда. Сильно-сильно. Так, вы курсируете на своей лодке. То есть вы вдвоем сейчас на лодке. И у вас работа. Перевести солдат. Рассказывайте, что вы будете делать. Спидачаев, два, один. Все, плывите. Один из нас поплывет. Мы поплывем на берегу. Дальше. Дальше я остаюсь на берегу. Да, дальше. Один из солдат садится в лодку. Пустую. Да, пустую. Я уже на берегу. Да. Переплывем. То есть в эту лодку, подхожу к нему и вместе плывем. Плывите, плывите. Плывем на другой берег. И ты возвращаешься за другим солдатом. Да, солдат, плыви. На пустой лодке. Отлично. Я сажусь в эту лодку и возвращаюсь. Потом плывем на тот же берег. Да. Ты возвращаешься на лодке. Плывел солдат. Плывел солдат переправляется. Ну, это продолжать плывать на лодке. Хорошо. Все, все, все. Плывел и продолжаем плывать. Спасибо. Следующая задача. Несколько других таких. Да, да. Так, следующая задача классическая. Может ли крестьянин перевести через репу волка, козу и капусту, если в лодку вместе с ним помещается только или волк, только давайте здесь мы уже схему составим. Значит, итак, имеется крестьянин, дальше у нас имеется волк, у нас имеется коза, и у нас имеется капуста. Так вот, давайте сделаем простую вещь. Я прекрасно понимаю, что все вы знаете решение классической задачи про волк, козу и капусту, но давайте сделаем так. Здесь, разумеется, еще имеется лодка. Может ли кто-то объяснить, как составить схему этих переводов? Пожалуйста, выходите, покажите. Писать не надо, надо объяснить в словах. Крестьяне переправляют козу на другой берег. Отлично. Стоп, стоп, стоп. Значит, первый шаг такой. Крестьянин с козой на этом берегу, а все остальные, а именно волк и капуста, на этом. Так? Да. Волочий волк не может есть капусту. Очень хорошо. Дальше что происходит? Потом крестьянин возвращается, берет волк. Крестьянин возвращается, здесь волк и капуста. Имеется лодка теперь у нас здесь и коза на другой берегу. Дальше. Потом мы берем волка. Да. То есть не мы, конечно, а крестьянин. Крестьянин берет волка и переплавляет козу. Очень хорошо. Крестьянин, волк и коза оказались на этом берегу. А здесь что? Капуста. Здесь капуста. Крестьянин возвращается, а волк и капуста. Крестьянин возвращается. Крестьянин, когда на лодке возвращается. Зои еще с козой. Ах, да, я ошибся. Кто-то говорил, что возвращается на берегу. С козой, а здесь капуста. Капуста. Крестьянин с капустой возвращается сюда. Остается коза, здесь лодка, капуста, крестьянин, волк. Дальше. Потом возвращаемся на другой берег. Крестьянин. Да, именно крестьянин. Хорошо. Лодка с крестьянином возвращается на другой берег, а здесь капуста. с волком. Хорошо. Потом крестьянин берет козу и возвращается сюда. Согласно. А можно это в два раза быстрее сделать? Да. Да. Замечательно. Расскажи, как это сделать, два раза быстрее? Вот. Когда... Вот это все правильно. Вот когда остается... Бери руку из кармана. Крестьян и капуста. Капуста. Крестьянин с капустой. А, нет. Так не получится. Отлично. Казачь ест капусту. Перед тем, как обходить к госке, полезно сначала лодок. Да, пожалуйста. Крестьян, сначала лодок перевести на другой берег волка, потом капуста, а потом уже козун. Вся идея состоит в том, что без крестьянина может оставаться, конечно, и волк, и коза, и капуста. Но вдвоем без крестьянина невозможно оставить, скажем, капусту с козой или волка с козой. То есть без крестьянина, в какой момент остаются без крестьянина? Смотрите, здесь вот крестьянин есть. Здесь у нас крестьянин. здесь крестьяне здесь тоже крестьяне вот интересный момент есть смотрите капуста с волком вот один такой интересный момент и здесь если вдруг волк станет вегетарианцем то это будет ужасно потому что тогда задачу не сможем решить следующая задача 12 по длинному узкому каналу один за другим идут три парохода давайте я нарисую картинку навстречу им еще три парохода канал настолько узкий что два парохода в нем разъехаться не могут но есть залив где может поместиться один пароход могут ли они разъехаться секунду давайте так очень важно что движение не обязательно в одну сторону то есть наш пароход не обязательно едет только вперед а он может поехать назад перед тем как отбирать решение я скажу личное воспоминание наверное вы даже не видели это называется диафильмы можно сделать ваших подняли руки вот такая пленка где нарисованы и какие-нибудь кадры рисунки тексты вот в свое время это заменяла вам то то что вы сейчас смотрите мультфильмы диафильмы быть довольно популярны и я очень хорошо помню как во времена моего детства был когда я был совсем совсем маленьким и четыре года так я очень хорошо помню как вот был диафильм с именно этой картинкой мне очень хорошо запомнился тут одна из первых математических задач которые вообще в жизни своей я видел эти вот самые пароходы сначала из любой из этих тройки один из кораблей заплывает в этот залив заплыл дальше те остальные два из той тройки отплывают я предлагаю простой давайте так давайте так еще две девочки давайте быстрее выходить а проходами будете сейчас быстро сделаем канал здесь отдаюсь на парту это залив так туда туда все все три заходите туда сдвигаешься так отлично так давай то же самое останься встаешь проходом тоже давай идем проходом так значит требуется ну просто показать это рассказывать теперь вот эти должны двинуться давайте мальчик сдвигайтесь да 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 девочкам место даете так отлично плыви и чтоб тебя больше не увидели так девочки дают задний ход так мальчики наоборот вперед один из вас туда заплывает не один а первый первый из вас заплывает да другой дает задний ход кстати мог бы и вообще не ходить так проплыл ищи заем здесь отлично назад так заходи в гавань или в залив который называют так плывем все все отправились по своим делам все полностью спасибо все полностью разошлись давайте парку на место парку на место тринадцатая задача была между прочим на городской математической олимпиаде шестых и седьмых классов задача такая семья ночью подошла к мосту папа может перейти его за одну минуту мама за две малыш за пять минут а бабушка за десять минут у них есть фонарик мост выдерживает только двоих как им перейти мост за семнадцать минут обратите внимание что если переходят двое то они идут с меньшей из их скоростей двигаться по мосту без фонарика нельзя перебрасывать фонарик через реку нельзя светить издали нельзя носить друг друга на руках нельзя между прочим в этой задаче фонарик это примерно то же самое что лодка в предыдущих задачах понимаете да без фонарика идти по мосту нельзя поэтому если представить себе что фонарик это лодка то вы получаете классическую задачу на переправу прошу вас сначала переходят мост мама и папа дальше потом папа возвращается потом идёт бабушка и малыш скорее идут да идут бабушка и малыш возвращается мама и потом идут папа и мама уже спасибо ну давайте я конечно все таки запишу ваше решение в виде нашей стандартной схемы но сказали вы абсолютно правильно значит итак кто у нас есть папа мама бабушка и ребенок замечательно ну и фонарик имеется имеется у них есть фонарик и фонарик перешел на другую сторону. Папа и мама. Папа переходит сюда. Бабушка, ребенок. Здесь у нас мама. Дальше что? Бабушка и ребенок переходят. Отлично. Папа, фонарик, мама, бабушка, ребенок. Дальше. Мама возвращается. Получается папа, мама, бабушка и ребенок здесь. Дальше. Папа, мама переходит через реку. Папа, мама, бабушка и ребенок. Так, давайте посчитаем, сколько они затратят времени. Сначала, разумеется, потратили 2 минуты. Потом у нас кто идет? Папа. Одна минута. Папа вернулся за одну минуту. Десять, потом десять. Бабушка и ребенок. Итак, бабушка и ребенок потратили 10 минут. И мама потратила 2 минуты. Отлично. Папа с мамой потратили тоже 2 минуты. Папа с мамой потратили 2 минуты. Итак, считаем. 2 плюс 1, 3. 13. 2 и 2. Действительно 17 минут. Заметьте, за счет чего получилась замечательная экономия? За счет того, что 2 тихохода, а именно бабушка и ребенок, шли вместе. И если наивно решать задачу, считать, что бабушка сначала прошла, или потом малыша, то тогда получится больше, чем 17. Здесь экономия за счет вот этого замечательного движения. Бабушка и ребенок одновременно переходят. Конечно, конечно, конечно. Потому что если они будут возвращать, то это вообще очень много времени. 14 задача. Барон Мюнгаузен и его слуга Томас подошли к реке. На берегу они обнаружили лодку, способную перевезти лишь одного человека. Тем не менее, они переправились через реку и продолжили путешествие. Могло ли так быть? По встрече к барону Мюнгаузену и его слуге могли идти еще люди. Да. Понятно. То есть, ваша версия, что там были еще люди, которые помогли. Разумная версия, на самом деле. Да, давайте ваша версия. Пожалуйста. Они могли подойти к разным берегам. Понятно. Тогда не потребуются помощники, да? Тогда помощники не потребуются. Один переедет? Уголовый листок. Да. То есть, если у нас речка вот такая, скажем, с этой стороны подошел барон Мюнгаузен, а с этой стороны подошел его слуга Томас. Тогда что? Где ты стояла лодка? Ну, например, здесь. Барон переправился. Да. Отдал лодку слуге, который переправился. Заметьте, поставил лодку на то место, где ее взял барон. Так что потом даже вообще никто не заметит, и лодка никак не пострадает. Правильно? Угу. Они ее вернули на то самое место. Все, спасибо, отлично. Теперь две задачи, ради которых, собственно, сегодняшние занятия и затея. Они гораздо труднее предыдущих. Имеются три рыцаря. А, Б и С. У каждого из них оруженосец. Но оруженосцы пугливые. То есть, как только оруженосец оказывается без своего хозяина, то он готов переносить компанию оруженосцев, их он не боится. А рыцарей? Чужих. Чужих рыцарей страшно боится. С чужими рыцарями может быть только в присутствии своего рыцаря. Знаете решение? Нет, я хотел спросить. Да. А в этой задаче, если рыцарь приехал, вышел из лодки, а там были чужие оруженосцы, они могли быстренько добежать до лодки и уехать? Такое можно? Нет, они могли быстренько добежать, но это уже противоречит слове задачи. Хорошо. То есть, это уже запрещено. Да. Сначала рыцарь А со своим оруженосцем должен переправиться. Ну, все-таки не должен, а мстит. Пусть рыцарь со своим оруженосцем переправится. Дальше. Потом рыцарь А вернется и отдаст лодку оруженосцем Б и С. Хорошо. Они переправятся. Да. Потом оруженосцем А сядет в лодку, вернется и отдаст ее рыцарям Б и С. Они вернутся и... И потом в рецепте... Понятно. Вы уже нас запутали. Вот давайте... Вот там девушка, это будет ваш рыцарь. Только быстрее. Так. Запомнили пару, да? Поэтому я не буду. Извините. Не дайте. Значит, рассказываю, что сейчас будет. Во-первых, вы уйдите. Командую. Сначала один рыцарь со своим оруженосцем должен переправиться. Переправляйтесь. На этой лодке замечательной переправились. Дальше. Приятный тоже. Потом рыцарь возвращается. Рыцарь возвращается. Замечательно. Дальше. Отдает лодку двум оставшимся оруженосцем. Оруженосцем? Да. Оруженосцем. Бери. Так, поплыли. Наоборот. Там... Отлично, отлично. Собралась компания из трех оруженосцев. Дальше. Теперь один... Теперь оруженосец... Первый оруженосец. Ну, неважно. Они тут все... Да. Один оруженосец вернулся. Дальше. И отдает лодку двум... Любым... Рыцарям. Двум рыцарям незнакомым. Любым? Незнакомым. Ты уверен, что любым? Незнакомым. 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 То есть своему рыцарю не дает? Да. Отлично. На тот берег поплыли рыцари тех самых оруженосцев. Замечательно. Замечательно. Дальше. Теперь... Лучше не трогать, лучше подумать. Теперь... Он говорил, что у него есть решение. Я... Значит, давайте... Я... Кого-нибудь... Замещается... Отдает лодку. Оружесносятся. Это не значит. Оружесносятся. 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 Все. Все. Нет. Ее оружесносятся, при этом страдал. Один. Уже все. У вас нет решения. Отлично. Спасибо. Кто уверен, что у него решение есть? Хорошо. да конечно заново не надо никуда выходить надо просто ими командовать сначала сначала туда поедет рыцарь и оруженосец знакомый обязательно поехали дальше да потом рыцарь возвращается и отдает лодку двум оруженосцам ровно так мы уже делали на самом деле вполне разумно впрочем можно было начать с двух оруженосцев это не важно потом возвращается он один этот оруженосец да отдает двум незнакомым это тоже было на самом деле это правильно рыцарь и оруженосец одинаковые одинаковые садятся в лодку и едут и уезжают оттуда два рыцаря откуда оттуда с этого берега с берега сейчас неправильно получается потому что два оруженосца останется там останется два оруженосца а здесь рыцарь это неправильно получается то есть два знакомых рыцаря этим оруженосца там нет почему там рыцарь и оруженосец там все хорошо нет рыцарь и рыцарь и рыцарь два рыцаря так переправились дальше а там и два оруженосца да как их спасать один оруженосец пусть оруженосец плыви бери одного оруженосца едет туда и хозяин оставшегося оруженосца едет не обязательно хозяин мог оруженосец какой нибудь так отлично ребят давайте теперь сделаем следующее значит ребят пожалуйста вернитесь на свое первоначальное положение я буду записывать на доску а вы будете параллельно ходить итак первая операция вы говорите что надо рыцарю с оруженосцем или двум оруженосцем хотя да можно было двум оруженосцем это не важно важно то что двое переправились на другой берег переправляйтесь рыцарь и оруженосец замечательно и запомните что вы у нас теперь называетесь а вы у нас а большая вы у нас а маленький замечательно да договорились теперь командуйте теперь теперь рыцарь уезжает рыцарь уезжает да два оруженосца бэйца да плывут это означает следующее что здесь у нас но ребят единственное обойтись слушайте проблема в том что я пишу так давайте поменяемся ладно пожалуйста мне дольше переписывать чем вам поменяться просто поменять поменять совсем так потому что понятно да что у нас произошло понятно что у нас произошло я перепутал право и лево и поэтому такая вот так сейчас согласны что это было да теперь едет один из оруженосцев какой любой хорошо назовем его б запомни что ты у нас теперь маленькая а б с б маленькая и лодка и лодка да и лодка здесь а здесь у нас а и с хорошо дальше командуйте так ваннах так что в августе в августе в августе в августе в августе в августе хорошо а и все выезжают здесь остался в августе свои да здесь акции акции лодка Так, хорошо, дальше Туда должен приехать рыцарь Так, только не должен А туда в моем решении едет В моем решении едет рыцарь Где, дед, один рыцарь? Один Рыцарь, два рыцаря, а то парадокс начнется А нет, рыцарь со своим оруженосцем Рыцарь со своим оруженосцем Обязательно Хорошо, а вы у нас как звались? А, по-моему? Да Вы у нас звались А Поэтому так и пишем Так, а здесь остались С Дальше И вот теперь Очень просто Едут два рыцаря Едут два рыцаря, хорошо Остается Оруженосец Теперь едет Оруженосец Очень хорошо Берет еще одного оруженосца И возвращается Так, кто у нас остался? Остался А Теперь едет туда или А Принимай решение Оруженосец Оруженосец Любой Так, кто у нас Так, кто у нас Оруженосец А А Ц Б Так, вы Нет, нет, вот и здесь Вот, и здесь А И еще они перечисли И еще, они переехали А Ц А Ц Спасибо Ну что, ребята Большое спасибо Давайте возвращаемся Свои места Давайте Я объясню Что у нас Здесь есть На самом деле Четко видны Два этапа Дождей Вот это Когда Оруженосцев Их товарищ Возят с одного берега На другой Здесь Ну здесь мы, правда И рыцаря применяли Но Могли обойтись тоже Оруженосцами Вот в этом месте Не обязательно было Использовать рыцаря А эти Четыре строчки Самые интересные Ну Я Никак не могу На самом деле Комментировать Потому что Если кто-то не понял То надо просто Взять солдатиков Не знаю Любые игрушки Монетки Не знаю Там Шоколадки Да, да, да В общем В зависимости от Ваших Ваших желаний Что-то надо взять И просто Действительно Действительно Поперетаскивать Или на буквах Посмотреть В общем Дальнейший Комментарий Бессмыслен Потому что Если кто-то Не понял То должен Просто По этой схеме Посмотреть А мы переходим В следующей Задачи В лодке Вмещающей Только Двух человек Так же Как в предыдущей Задачи Собственно Через речку Должны Переправиться Три Миссионера И три Каннибала Миссионеры Боятся Остаться В меньшинстве Только Один Миссионер И Только Один Каннибал Умеют Грести Давайте Договоримся Чтобы у всех Были одинаковые Обозначения Действовать Так Миссионер С большой Буквы Это тот Кто умеет Отправлять Лодкой И еще И верится Два Маленьких То же самое Каннибал И два Маленьких Каннибала И разумеется Лодка Сейчас Находится На одном Берегу А в конце Все Должны Оказаться На другом Берегу Тоже Каннибалы Не боятся Остаться На Нет Каннибалы Это такие Люди Людоед Да Которые К сожалению А миссионеры Наоборот Миссионеры Они должны Восвещать Да Миссионеры Проводник Посланец В свое время Католическая церковь Очень много посылала Миссионеров Самые разные уголки Земного шара В общем Да Кого-то съели Кого-то нет Кто-то Мощерская история Написана Сейчас не о том Изголовке Я Для тех Кто решает Советую Такую простую вещь Берите маленький кусочек бумаги Пишите на нем Буквы М На другом Маленьком кусочке Пишите Берите кусочек Солидных размеров Пишите На нем М И то же самое Для К И после этого Просто передвигаете Листочник бумаги И у вас все получится В большинстве Это значит Нельзя Чтобы были Три каннибала И два миссионера Или Три каннибала И один миссионер Допустим Миссионер переводит Геннибала А на другом Берегу тоже Геннибала Он просто Выйдет Его скушают И все будет хорошо Все будет хорошо Да Ребята Вы сейчас занимаетесь Знаете чем? Во время Городской олимпиады Младших классов Всегда дежурят Студенты В аудиториях И они Всегда Безумно Устают От вопросов Какие только Вопросы Школьники Не задают Зачем? А мы Надеемся Что пока Он будет Отвечать На вопросы Он заодно И решение Расскажет Это Вполне честно Ребята Во первых В большинстве Случаев Все таки Те кто проводят Олимпиаду Достаточно Разумны Чтобы не Рассказывать Вам решение Отвечая на Ваши вопросы А во вторых Даже если Один раз За 10 лет Кому то Такой И удастся Это не самый Честный способ Выиграть И сейчас То же самое У вас нет Решения Но вы все равно Торопитесь К доске Потому что Он будет нам Отвечать За одно Наверное Подскажет Это неправильная Привычка Есть? Хорошо Выходи Так Командуй Один миссионер Везет Нет Миссионер Бывает Просто миссионер А бывает Миссионер Маленький Кто? Большой или маленький? Большой миссионер Большой миссионер Везет Кого? К каннибала Везет К каннибала К каннибала Это любая из трех девочек Так Отойди отсюда Чтобы я не путался С ними Так Замечательно Отвезла Дальше К миссионер Большой Возвращается Да И Берет Еще Еще Одного Каннибала Это будет Чревато Для его жизни Если он возьмет Еще одного Каннибала Его съедят Там съедят То его там съедят Грести Отлично Везет Патер Умеет Грести Возвращается Берет Миссионера Который не умеет Грести И его съедают Ну да И везет И везет На один Все 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 Командуйте Вы Теперь Все Уже Все Поздно Так Вы Командуйте каннибал который умеет крести и опять ведет одного каннибала который не умеет крести Так, пока все целы. Миссионер и миссионер. Миссионер, который умеет грести, бежит одного миссионера и едет туда. Так, вдвоем им не страшно. И все. И все. Нет. Потому что каннибал и миссионер. А как они уйдут? Стоп. Нам обещали, что есть решение. У вас решение есть? Господа, вот смотрите, а зачем было принимать? Я-то ведь вам поверил. Вы говорите, что у вас есть решение. У меня есть решение. Так, заметьте, вот уже три человека было, и у них всех у троих нет. Так, ну что, господа, придется возвращаться в первоначальное положение. Так, командуй. Я доверчивый. Командуй, командуй. Каннибал и каннибал едут на тот берег. Потом каннибал возвращается, берет еще одного каннибала. Ну, что-то же возвращается. 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 Потом, когда на реке остаются три каннибала, один каннибал возвращается. Возвращаетесь. И туда едут два миссионера. Так, на самом деле, ребята, до этого момента ничего лучше не придумаешь. А дальше легко плывите. Вот. Эта ситуация действительно разумна. Потом идет миссионер с каннибалами. Миссионер с каннибалами. Миссионер с каннибалами поплыли. Уважается. 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 Миссионер. Уважается. 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 Можно было по-другому здесь? Да, можно было сразу забрать. Можно попробовать по-другому? Нет. Канепал и миссионер. Да. Которая здесь. Потом, когда здесь останется... Вот. Вы песен шеи. Можно попробовать? Нет, секунду. Поднимите руки те, кто по-прежнему считают, что у них есть решение. У меня есть решение? У меня после этого ошибка. У меня тоже есть. Вы хотите просто погонять артистов? Нет, у меня точно есть. У меня тоже есть. Даже записано. Ну хорошо, тогда давайте вернитесь в первоначальное положение. Так, командующая. Канепал, который не исповести, везет Канепала. Везет. Это мы уже привыкли. Да, мы этого не вернем. Канепал возвращается. Сбирает другого. Да, сбирает другого Канепала. Сбирает другого Канепала. Согласен. Сбирает миссионер. Не получается. Получается, что мы два клея сжимаем. Так, последний раз говорю. Нет. Можно попробовать? Нет. Так, все. У меня здесь есть. Все. Так, да, вам передается власть. Машине. Да. Что-то вот Канепал, который умеет везти, забирается. Сбирает. Потом возвращается, который умеет везти. Сбирает вот меня. Канепала. Потом опять возвращается. И отдает лодку миссионеру, который умеет везти и который не умеет везти. И они едут сюда. Дальше миссионер, который умеет везти, едет туда и забирает миссионера. И скушает товарища. Почему? Это на кого же он оставил? Прошу. Где миссионер? Где миссионер? Миссионер, что липал? И что? Тогда будет еще. А, скудет вам миссионер. Кто тебя снимает? Можно тебя? Сначала вам анимут. Выходи. Давай. Полодой. Так, спады артисты, давайте. Хотя вообще, через день, я думаю, нужно сглутаться. Восстание спортака, помните, было? Да. В древнее время. Да. Страшная штука. Восстание артистов, это вообще. Сначала миссионер умеет грести. Берет каннибал, который тоже умеет грести. А, вот это трагедия. Трагедия. Можно мне? Так, можно. Ну, сначала, все-таки, там расставляются три каннибала на тот дверь. Проводите сразу. Чтобы не верить. Дальше. Потом, каннибал, который умеет грести, возвращается один. Вот он возвращается к второму этим. И выходят туда два миссионера. Может, три? Да, правильно. А дальше, да. А дальше каннибал везет миссионера сюда. Чего? А здесь миссионер? А, миссионер воззначайся. А, миссионер воззначайся. Вот так вот. Теперь вы один едете. А, тогда мы съедим. Нет, мы тоже съедим. Только так. Туда идут? Так, два. Так, понял, что не было решения. Понял? А вы неправильные хреста. Да, вы туда едете. Куда, туда. А мне съедят. Давайте мы сядем и все по нормальным решениям. А вдвоем можно. Ну, давай. Вот теперь едет каннибал и миссионер туда. А, ну, тут. А, в любом случае нас... Да, в любом случае. Нет, 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 нет. Каннибал едет. Миссионер едет. Приезжай на брату, ну, да. Нельзя съедят. Съедят сейчас. Их двое. Их двое. Давайте мы все сядем и подумаем о нормальном решении. Давайте сейчас пять минут еще руками. Ребята, вы могли это понять в самом начале занятий. Я для... Я для... Я... Сядите все. Я для этого... Я же понимал, что примерно так будет. Я для этого вам говорил. Посидите. Составьте четкую схему. А вы нет. Вы хотите сразу, мгновенно. Не получается. Так. Давайте линию вот эту вот изменим. Поскольку у нас все время они почему-то в начале люди стали ставиться там. Давайте считать, что вот эта речка... Значит, каннибал, умеющий грести, перевозит своего товарища. Это уже все поняли, что разумный шаг. После этого, умеющий грести каннибал, возвращается на другой берег. Естественно, с лодки. Здесь остается один каннибальчик. Теперь два каннибала переправляются вот так вот. Здесь получается так. Хорошо. Нет, и даже дальше. Даже дальше у нас была одна операция, на которую все согласились. Миссионеры забирают... Каннибал. Правильно. Миссионер забирает маленького миссионера, и они едут сюда. Мы согласились, что по-другому невозможно. Давайте вот поехали. Здесь у вас... Так, значит, господа, смотрите, до чего мы договорились. С одной стороны, миссионер, умеющий грести, миссионер, не умеющий, и два каннибала, не умеющие грести. Надо было так, чтобы... С другой стороны, и лодка тут же. Может быть, надо, может быть, не надо, но у нас так получилось. И все мы были согласны, что это разумное действие. Хотя, с другой стороны, вот, вы знаете, как-то интересно. Один каннибал плывет с одного берега на другой. А как быть с балансом миссионеров и каннибалов? Представьте себе, он плывет с берега, где миссионеров стало теперь больше. Правильно? Да. Потому что только что было нормально, и он отплыл. Значит, теперь там миссионеров больше. И когда он приплывает, тут же каннибалов будет больше. Поэтому, если один каннибал поплывет в лодке, то или уже состоялся пиршество на одном береге, или планируется на другом. Так что, когда один каннибал плывет в лодке, это страшно. Это страшное зрелище. И миссионеры такие жуют, если просто выплевают. Лучше бы они плавали у нас по два, ребят. Или хотя бы по три. Или как? Он может плыть один, но при условии, что там, куда он плывет, только одни каннибалы. Тогда не страшно, если там, куда он приплывет, будет много каннибалов. Ну, сначала туда едет каннибал и каннибал. А обратно один каннибал. Потом мой каннибал, другой каннибал, и он идет на ту сторону. Потом каннибал, который умеет плыть, и он идет туда. Потом миссионер, который умеет плыть, и он идет туда. Да, они уже это выучили. Я это говорю, они уже выучили. А потом Арчик. Так, знаете, человеку сказать. Что дальше? Потом опять миссионер, и миссионер, то он обратно. Какой смысл? А мы не желаем участвовать. Смысла нет. Нет, только что-то туда. Нет, туда и туда. Ну, ладно, мы не получаем. Так, все, у вас нет решения. О, господи. Так, есть, командуй. Каннибал, который умеет плавать, и сделает миссионера. Это в самом начале? Да. Оставит его и поедет кушать. Так, нет у вас кушения. Так, говори. Говори, говоришь. Каннибал перевозит по очереди одного каннибала. Сядь, пожалуйста. Да, 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 уже перевез. Дальше. Потом он возвращается и отдает миссионеру. Миссионер плывет с пушением миссионера. Миссионер забирает одного каннибала. Потом миссионер забирает еще одного вот этого миссионера. Другого каннибала. Другого миссионера. Потом возвращается. Берет. И так, стоп, стоп. И так, стоп. А вот это самый интересный момент. Дайте-ка я покажу. Это очень важно. Это очень важно в этой задаче. Посмотрите, пожалуйста. Если бы там был каннибал, умеющий грести, то задача была бы решена. Потому что быстренько своих товарищей перевезли бы. Значит, нам нужно сделать то же самое. Пиши схему. Ты не написана. Ведь ничего не написана. Понимаете, как вы охотитесь за своими пятерками в школе. Готовы душу отдать. Готовы любые знания отдать. Готовы ничему не научиться. Лишь бы вытрясти свою пятерку. Ребята, это же глупо. Вы же можете написать схему. Вот это вот. Все написать. Так, значит, смотрите. У нас, если бы здесь, на этом месте, был бы человек, умеющий грести, то вот лодка и перевез бы. Значит, надо суметь сделать то самое, что мы сделали, но так, чтобы там оказался умеющий грести. Так, вы точно решили задачу? Хорошо. Командуйте. Сам, да. Да, да, возвращайся с самого начала. Командуйте. Два каннибала. Да, 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 это уже. Да, можно всем в строю. Правда же? В строю, да. Дальше. Теперь каннибала, который умеет грести, возвращается. И миссионер, умеющий грести, миссионер, переправляется туда. Теперь миссионер, который умеет грести, берет каннибала, который не умеет грести и едет к нему. Давай. Теперь каннибал, который умеет грести и миссионер, который умеет грести... Отлично. Нет, миссионер, который умеет грести. Не умеешь, не берись. Вот, ребята, ровно сейчас происходит. Вы помните, кого привез только что миссионер, умеющий грести? Да, Ганнибал. Он привез Ганнибал. Это герой-воин. Ханнибал. Это совсем другое. Можно? Так вот, он только что привез маленького каннибала и заменил на большого. Ровно в этом и есть решение задачи. Ровно в этом. Сейчас нам бы еще сплавить отсюда. Теперь каннибал и миссионер, который умеет грести, едет туда. Каннибал и миссионер, умеющий грести. Ну, поезжайте. Нет, нет, нет. Каннибал и ты. Маленький каннибал и умеющий грести миссионер. Нет, нет, наоборот. Как наоборот? А, вот эти двое, да? Какие двое? Так эти двое, и мы все потеряли. Ну, хорошо, предположим. Предположим. Так, а дальше что будет? А, нет. Другое. Нет, вот так вот. Все, забыли. Нет, на первое было правильнее. Давайте вернемся. Но это будет последний раз, когда я вам даю слово. Значит, давайте вернемся в первоначальное положение. И вы, нет, все вернулись. И вы сейчас попытаетесь все таки рассказать решение. Ну, три сразу. Три сразу можно, да? Три сразу можно, да. Иначе мы уже устанем. Да. Теперь каннибал. Теперь медленно, спокойно. Каннибал возвращается туда. Возвратился. Миссионер умеет грести, и друг маленький, и миссионер едет туда. Отлично. Проехали. Миссионер берет каннибала, и едет. Теперь миссионер, который умеет грести, и каннибал, который умеет грести, едет туда. Потом и дать все включить. Теперь миссионер, который умеет грести, и каннибал, который не умеет грести, едет туда. Так. миссионер который умеет миссионер который не умеет крести ездит туда каннибал возвращается так пожалуйста уходите так давайте сделаем простую вещь вот там в схеме написали большая просьба стать так как мы дошли в этой строчке отлично и давайте что называется под запись двигаться из этой ситуации да вот здесь из этой ситуации пожалуйста команду так замечательно я это все документирую значит эти остались миссионер который умеет грести и каннибал и лодка а здесь у нас остались маленький и каннибальчик хорошо два миссионера которые на этом острове едут туда двое отсюда вы уверены не я был не так а вот они ехали значит я должен написать здесь так миссионер умеющий гристи и каннибал умеющий и двое маленьких миссионер гристи и каннибал с лодкой разумеется а там у нас там у нас тоже понятно кто так отлично дальше команда миссионер который умеет грести и каннибал еду туда миссионер умеющий грести и каннибал да здесь остаются вот эти лодка здесь так миссионер умеющий грести и начинка в парадах а теперь что миссионер два миссионер да пожалуйста так сейчас кто остался так на место хорошо или каннибал едет туда Так, каннибал отправился... А, нет, чтобы ловко-то здесь я неправильно написал. Каннибал отправился. Хорошо, дальше что? Это два каннибала, я тут, туда. Так, ну, умеющий вести, естественно, да? Неумеющий. Так, лодка и тестроя здесь остался один, правильно? Каннибал умеет вести, и туда. Отлично. Отлично. Значит, у нас здесь так, так, было так, и теперь, ну, как-то они сразу это сделали. Ну, ладно, будем считать, что это такой бунт антистов маленький у нас состоялся, но не страшно, потому что все догадались. Спасибо вам. Спасибо. Господа, на доске у нас появилась записанная схема. Спасибо. Спасибо.